Ежегодно госслужащие отчитываются о своих доходах в соответствии с законом о борьбе с коррупцией. На сайте администрации города в доступном для всех виде появилась декларация о доходах селькамских работников администрации и их вторых половинок. Для того, чтобы узнать их доходы, нужно зайти на сайт администрации. Далее переходим в раздел «Документы». Затем открываем вкладку «Противодействие коррупции». Здесь видим сведения о средней заработной плате, нажимаем и скачиваем документ. Алексей Федотов, глава администрации, за прошлый год задекларировал доход в сумме 5 561 344 рубля. При этом глава города имеет в собственности две квартиры, общей площадью 75 квадратных метров, жилой дом площадью 42 квадрата и два земельных участка на 35 соток. Подъезжает же он к своим владениям на Тойоте, Лексусе, а зимой управляет снегоходом. Совместно с супругой глава города владеет также еще одной квартирой площадью 62 квадратных метра. Жена Алексея Федотова за прошлый год заработала 819 244 рубля. Она имеет в собственности две квартиры и гараж. Никаких транспортных средств у нее не зарегистрировано. Отметим, что никто из сотрудников администрации города за прошлый год не задекларировал доход больше, чем глава города. Отчитались о своих доходах и заместители главы. Так, Татьяна Горх заработала 1 миллион 35 тысяч. Вадим Черенков, заместитель по вопросам ЖКХ, заработал за 2016 год 1 миллион 158 тысяч. Ольга Штейн, координирующая вопросы в социальной сфере, получила 1 миллион 99 тысяч. Роман Антипин, представляющий общественную безопасность Соликамска, отчитался об 928 425 рублях. И на Танких, замглавы по вопросам управления персоналом и связям с общественностью, за 2016 год задекларировала 1 миллион 306 тысяч. Кстати, практически все чиновники указали свои доходы с учетом других доходов. То есть, это не только зарплата, но и проценты от вкладов в банках, доход от возможной продажи квартиры, машины или акций. Проанализировав весь список, мы не обнаружили чего-либо экстраординарного в доходах и собственности городских чиновников. Продолжение следует...